Дорогие друзья, в эти праздничные дни всех нас объединяет вера в светлое и счастливое будущее. Ведь Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, новые успехи и, конечно же, новые победы. То, что произошло в мире в уходящем году, ознаменовалось для меня полным пересмыслением всего, что я знал и во что верил до сих пор. Вместе с тем я остаюсь верен своими идеалами и целям, постоянно ощущая дополнительный стимул для работы во имя скорейшего достижения и отчисления всех ранее поставленных мною задач. Главное из них – гармоничное обустройство планеты для жизни всех людей в единении с природой. И струнный транспорт на пути к такому будущему становится важнейшей составляющей – точкой роста биосферных технологий. Надежда на это прекрасное будущее в сочетании с сознанием того, что все достижимо, дают мне силы не опускать руки и продолжать работать со всем возрастающим упорством и вдохновением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В 2022 году возглавляемая мною группа компании Юницкого приняла активное участие во многих международных выставках и конференциях, что свидетельствует о международном признании технологии UST. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самыми значимыми для нас стали экспо-2020 Дубая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деловые форумы в Руанде, Индонезии, Малайзии, Казахстане и России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, конечно же, выставка Иннотранс 2022 в Берлине, на которой наш Венюбайк был представлен РТА, Министерством дорог и транспорта Дубая. Причем, что показательно, по собственной инициативе и за свой счет, что свидетельствуют о перспективах получения заказов на UST в одном из самых инновационных городов на планете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В рамках участия в Экспо-2020 Центр сертификации испытаний Юскай в Шарже посетило более ста делегаций из нескольких десятков стран. Среди них королевская семья Лисота, представители крупного бизнеса, послы, дипломаты, премьер-министры, министры, губернаторы, мэры и государственные чиновники высокого ранга из объемных Арабских Эмиратов, Бразилии, Колумбии, Перу, Руанды, Индонезии, Челепин, Индии, Казахстана, России, Белоруссии и многих других стран. Ну и план сработал. Вместо виртуальной выставки в виде иллюстрации и видеороликов на Экспо-2020, что к тому же обошлось бы нам минимум 5 миллионов долларов, мы организовали реальную выставку рядом, в Шарже, с демонстрацией наших достижений в металле и бетоне, с возможностью проезда в наших инновационных беспилотных рельсовых электромобилях на стальных колесах. Основная часть визитов привела к серьезной заинтересованности транспортно-инфраструктурными решениями ЮСТИ. Более чем в 10 странах началась активная работа по реализации адресных проектов. По ряду из них уже подписаны соглашения на первой стадии проектных работ. В рамках обмена опытом с объемными городскими ратами мэры более чем 40 средних и крупных городов России посетили Центрю Скай, в результате чего началась работа по реализации адресных проектов в российских городах. Компания ЮНИСКИ Станин Технологичств подписала договор Ценовейтив Транспорт Систем Индонезия по применению технологий ЮСТИ на всей территории страны. Один из планируемых реализаций проектов – городская трасса ЮСТИ в столице. Еще одно направление – использование комплексов ЮСТИ для соединения островов Суматра и Ява, что позволит вывести транспортное сообщение между ними на принципиально новый уровень. Также в этом году мы начали активно сотрудничество с Эрвадором. О больших планах правительства по применению технологий ЮСТИ заявил уполномоченный президента по стратегическим проектам. Наши специалисты уже работают в Савадоре и успешно выполнили первый этап проекта. Проработаны варианты маршрутов, конфигурации и локализации городских комплексов ЮСТИ. Планируется интеграция ЮСТИ с уже стройчейся по президентской программе Тихоокеанской железной дорогой. По итогам международного форума в Руанде и презентации ЮСТИ министру инфраструктуры и мэру столицы подготовлен контракт на адресный проект, который находится сейчас на стадии подписания. Заинтересованность в проектах ЮСТИ выразили и другие африканские страны. Например, после встречи переговоров с премьер-министром и королем Лисота планируется использование ЮСТИ в столице страны, в городе Массиру. Как я уже говорил, ранее король этого государства, лет сие третий, посетил наш центр сертификации демонстрации ЮСТИ и после проезда с первой леди в тропическом мюникаре высказал свое восхищение транспортно-инфраструктурной технологией ЮСТИ. Один из ведущих частных девелоперов Эмиратов, название которого я не могу назвать из соображений и конфессиональности, подписал в ЮСТИ транспорт контракт на технико-экономическое обоснование строительства городской трассы, одна из станций которой будет расположена в отеле на высоте 70 метров. Сейчас я нахожусь в Объединенных Арабских Эмиратах, где в 2022 году мы отметили 4 года с момента основания Центра сертификации и испытаний ЮСКАЙ в новше исследовательском, технологическом и инновационном парке Шаржи. На завершающей стадии находятся работы на транспортно-инфраструктурном комплексе номер 4 в Шарже с эльсо-струнной эстакадой тяжелого типа, для движения подвижного состава весом до 60 тонн, а это, например, вес тяжелого танка. Продерженность эстакады более 2,5 километров с учетом ненапряженного участка, который позволит подвижному составу стартовать с уровня земли. Это позволит 25-местному юнибусу, способному собираться в поезда вместимостью до 250 человек и контейнеровозу ЮНИКОНТУ, грузоподъемностью до 35 тонн, нового, уже пятого поколения тяжелых гневмобилей, осуществлять пассажирские грузовые перевозки на долгожданной скорости 150 км в час. Постойные в Беларуси более короткие тестовые трассы протяженностью до 900 метров по условиям безопасности и комфортности, к сожалению, не позволяют любому типу юнибобиля, в том числе и созданному нами высокоскоростному юниелету, датчей скорости свыше 90 км в час. В конце осени мы подписали соглашение об эспертизе строящейся в ШЖ комплексе номер 4 независимой международной организации ТЮЮВИ и СВИ. Они уже начали работы по сертификации всего комплекса в совокупности, которые пройдут два этапа. На первом проверят эстакаду, промежуточные анкерные опоры и рельсострунную путевую структуру. А на втором этапе состоится всесторонняя спертиза остальных элементов подверного состава, станций и терминалов, подсистем, автоматизированных систем управления, энергопредвещения, связи и так далее. После этого будет выдан сертификат соответствия международным стандартам безопасности, который устранится на грузопассажирские станции и терминалы, опоры и путевую структуру полужёсткого типа. Это позволит нам строить городские и международные грузопассажирские комплексы со скоростью движения подвижного состава до 150 км в час, что является рекордными показателями наряду с высокой энергетической эффективностью, безопасностью и экологической чистотой для подобного рода городской логистики. Ещё одно важное событие, подтвердившее нашу высокую репутацию, получение сертификата от научно-исследовательского, технологического и инновационного парка Шаржи с значительным влечением оплаченного в основном капитала нашей компанией SkyTransport до 47 млн. дирхам-уэй, а это более 12 млн. долларов США. Как я уже отмечал, в 2022 году был спроектирован и изготовлен на нашем производстве в Беларуси флагман городских перевозок 25-местный пассажирский унивус. Сейчас мы отправили его на опытно-промышленные испытания в Шаржу. Из-за сложной геополитической ситуации в мире путешествие унивус займёт более двух месяцев. Поэтому только в феврале-марте 2023 года мы планируем начать его испытание. Близко к завершению на нашем производстве и изготовлении юниконта для перевозки 20-40 футовых морских контейнеров массой до 35 тонн. И юнивус, и юниконд выполнены беспилотными тропическими исполнениями. Они не имеют аналога в мире. Мы переезжаем к конкурентам минимум на 15 лет. В Беларуси завершается строительство лёгкого транспортно-инфраструктурного комплекса «Унилайт». Многообещающей разработки нашей компании и, как я обещал, нашего первого коммерческого проекта. Весной здесь поедут первые пассажиры. В модельном ряду «Унилайт» это один из самых лёгких юниумобилей. На сборку потребуются минимальные затраты. Ключевыми моментами при разработке модели были простота в изготовлении, использование только необходимого для бесперебойного функционирования, безопасности эргономики и оборудования. При всём при этом «Унилайт» это полноценный беспилотный электромобиль на стальных колёсах с автоматизированной системой управления, эффективной, экономичной, экологичной, безопасной и простой эксплуатации. В этом году наша головная инженерная компания «Унилитская стрим-технология» получила статус научной организации. Мы пришли аккредитацию в Национальной академии наук Беларуси и в Государственном комитете по новой технологии. Специалисты государственных органов и организаций приняли решение об аккредитации «Унилитской стрим-технологии» на основе оценки 7-летних результатов научно-технической деятельности, представленных компанией. Отмечу, что коммерческие организации Беларуси не получали такого звания с апреля 2019 года. Слово «Унилитская стрим-технология» стала девятой частной компанией в истории Беларуси, которая имеет столь почётный статус. Это свидетельство подтверждения компетентности и значимости нашей научной деятельности, к которому мы шли долго и планомерно. В эти годы кропотливая труда и активная научная деятельность компании. Например, только в 2022 году мы заэкстрировали 16 ноу-хау, получили более 10 патентов, привлекали более 20 научных работ и иммунографий. Кроме того, мы ведём активное сотрудничество с ведущими белорусскими и российскими технологическими университетами в научно-исследовательской сфере, а также по подготовке инженерных кадров в новой отрасли знаний по струнным технологиям. Ещё одним важным событием уходящего года стало проведение юбилейной пятой Международной научно-технической конференции «Безракетная инженерализация ближнего космоса. Проблемы, идеи и проекты». В предприятии приняли участие международные организации Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДА, Арктическая академия наук, Арктический совет Ассамблеи народов Евразии, Космическое государство Асгарди, Американский университет ШАРЖЕ. На конференции был подписан ряд важных документов. Совместная декларация сотрудничества с Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДА в Российской Федерации и соглашение о намерениях Санкт-Петербургской научной организации Арктическая общественная академия наук, что знаменует начало сотрудничества в рамках развития проектов группы компаний ЮНИДА в Аттике. Продноклиматические условия которые мало отличаются от условий Ближнего Космоса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу особенно отметить, что несмотря на все трудности и проблемы за особой геополитической ситуацией в мире, мы выполнили все работы, которые были запланированы на этот год. Дорогие друзья, в это светлое новогоднее и рождественское время наши сердца бьются в унисон и особенно сильно. Мы с любовью смотрим на родных и близких, понимая, что в них наше счастье и смысл всей нашей жизни. Благодарим их за поддержку и веру, которая помогает нам идти к целям, преодолевая любые преграды. И мы уверены, что в новогоднюю ночь все наши мечты и планы обязательно сбудутся. Пусть 2023 год станет для всех нас годом воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний. Будьте здоровы и счастливы, любите и берегите друг друга с осознанием того, что наша многоциональная человеческая цивилизация, насчитывающая 8 миллиардов человек, единственная в нашей необозримой Вселенной. А наша голубая планета это наш единственный космический дом, лучше которого и роднее которого нигде во всем мире больше нет и никогда не будет. С Новым годом! С новым счастьем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова